Друзья мои всем большой привет сегодняшний мой видеоролик о сырокопченых колбасах это самые долгие колбасы в приготовлении которые бывают значит срок изготовления этих колбас примерно полтора месяца может быть месяц может быть два это зависит от того места где она у вас будет вялиться то есть подсушиваться значит сегодня для примера у меня есть два готовых батончика вот смотрите у меня здесь висят бирочки я сделал их 18 октября сегодня у нас 12 ноября вот им почти месяц из-за того что я использовал тонкую оболочку это баранья черева диаметром 38 по моему 40 могу ошибаться 38 36 или 38 40 могу не важно она приготовилась чуть быстрее она быстрее усохла из-за того что она тоненькая сыровяльные колбасы вообще делают в разных оболочках но об этом я расскажу чуть позже когда буду ее набивать вы имеете ввиду что чем толще ваша оболочка будет для набивки тем дольше ваша колбаса будет готовиться и так сырокопченую колбасу мы можем сделать двух видов пожирности первое это вот с такими крупными жирными кусочками со шпиком вот видите при усыхании имейте ввиду что при усыхании при вялении колбасы свою массу и усыхает только мясо то есть вот это красное то что там набито мясо жир и шпик который находится внутри этого фарша не усыхает и в итоге если вы получите слишком положите слишком много шпика или жира мясо усохнет и она будет сильно сильно жирная поэтому я кладу шпика всегда не более 10 процентов от веса то есть это 100 грамм на килограмм мяса это то что касаемо вот с крупными кусочками жирком колбаса теперь значит вот это это салями rapid у меня также она делалась 18 октября здесь вот у меня висит бирка на которой написано название дата изготовления вес ее при набивке как узнать что колбаса сыровяльная сырокопченая сыровяльная готова она должна потерять примерно 30-40 процентов от первоначального веса то есть я вот здесь себе написала это пробники я всегда сначала пробую делаю несколько штучек на пробу если мне нравится я тогда уже предлагаю ее покупателям и продаю если мне не нравится я никогда ее продавать не буду хотя иногда бывает что наши вкусы не совпадают с покупателем иногда просят что-то сделать то чего мне не нравится в общем от немножко отвлеклась я так значит ее первоначальный вес это маленький батончик был 310 грамм обычно я кладу 450 грамм они такие длинные получаются это маленькие тестовые батончики но мы уже несколько штук съели было очень вкусно поэтому я вам вот и показываю как мы делали буду повторять сегодня значит вес при набивке ее был 310 грамм я положила на весе на потерял 30 процентов своего веса значит колбаса готова действительно при дегустации скажем так колбаса очень вкусная и готова значит то что касается то что касается колбасы с маленьким жирком видите здесь прям миленький миленький жирок но я сейчас буду ее разрезать я вам обязательно покажу здесь не добавлен шпик то есть это восьмидесятка мяса мясо то есть 80 процентов мяса 20 процентов жира это может быть окорок шейка и любые части где ну вот так на глаз можете прикинуть чтобы жира в общем был 20 процентов 80 процентов было мясо пропустим через мясорубку и набито перемешано со специями набито в череву в итоге мы получаем без крупных кусков то есть понимаете да вот здесь добавлен шпик нарезанный здесь просто через мясорубку ну что попробуем попробуем собственно итак что мы имеем на разрезе значит смотрите так колбаса что была без жира то есть моя rapid она имеет вот такой вот рисуночек видите меленький она просвечивается ну я вижу камера не ловит в общем она просвечивается имеет вот такой меленький белесый рисуночек и ребята поверьте мне она очень вкусная вот именно сырокопченая натуральная она плотная твердая как и должна быть и у нее нет никакого закала закал это когда вы вообще неправильно вялите колбасой она покрывается такой коркой и внутри получается сырая сверх слишком сушеная здесь у меня все хорошо где я ее вялила я вам сейчас покажу чуть позже после того как покажу как я ее делала вот здесь все хорошо она эластичная прекрасная и очень вкусная помочь вкусно теперь та что была с жиром видите на разрезе крупный рисунок шпика вот здесь то использовано тоже сырье что и при изготовлении вот этой колбасы обратите внимание видите меленькие кусочки а здесь меленькие кусочки в перемешку с крупными вот это из-за добавления шпика ну в общем ребят я всегда когда у меня появляются новые виды колбасы всем своим заказчикам делаю пробники по 4-5 кусочков кладу в отдельные такие пакетики подписываю какая-то колбаса и отправляю и народу нравится вот это мне колбаса однозначно нравится и это и это я обязательно буду их делать значит сегодня у нас как я уже сказала 12 ноября почему я именно сегодня решила заняться изготовлением моей колбасы и это будет к новому году то есть колбаса которую я буду делать сейчас будет готова примерно к 30 декабря я хочу сказать что сырокопченые колбасы после их приготовления имеют очень долгий срок хранения вплоть до 2-3 месяцев они могут спокойно лежать в холодильнике лучше всего завернуть их в полиэтиленовый пакет ну по крайней мере мы так храним вот они когда приготовились я потом убираю в такие плотные пакеты чтобы они больше не усыхали и кладу в холодильник и чем дольше она лежит тем более насыщенный у нее вкус он более ярко выраженный она не портится не плесневеет не мокнет ничего вот именно когда она уже готова плюс копчение конечно убивает все возможные микробы на ней в процессе ее вяления вы знаете там месяц-полтора которые она будет лежать мы ее будем коптить примерно раз в неделю это 3-4 раза и убирать обратно в холодильник в холодильнике она у меня вялится я вам покажу чуть позже вот значит это моя задумка которую я буду делать сейчас заодно буду вам показывать будет партия колбасы готова к новому году как раз сегодня середина ноября у меня есть полтора месяца для того чтобы она приготовилась вот ну что ребят в общем то я все что могла вроде как бы рассказала для начальном этапе смотрим как мы ее делаем ребят немножко пробегусь по приправам тех колбас которые я буду сегодня делать вы уж не обижайтесь но в эфире зачитывать состав каждой приправы я не буду я оставлю все внизу в описании и в конце ролика в общем вы сможете раскрыть описание и посмотреть на каждую из них будет подробно из чего что состоит вот у меня есть маленький пробник на салями рапид это та колбаса которую я только что показывала с мелким жирком я ее сделала и я буду делать ее точно так же значит здесь вот этот пробник от ем колбаски я заказывала на 1 кг фарша я заказываю обычно такие пробники делаю пробую если мне нравится то заказываю уже большие упаковки приправ вот здесь я короче провафлила большую упаковку у меня осталась только одна маленькая поэтому у меня с рапидо получится всего 2 батончика ну в общем буду делать это на 1 кг фарша здесь у меня смесь приправ салями кортика смесь приправ салями для сыровяленых колбас у нас эти две приправы имеют в своем составе можжевеловую ягоду сушеную поэтому когда мы ее будем кушать она будет отдавать таким немножко отдавать елочке но на самом деле это не портит очень вкусно получается у меня было вот с этой приправой я делала вот эту я делала порядка 25 батонов их очень быстро раскупили народу нравится но такой привкус в общем сыровяльный эти колбасы с можжевеловой ягоды я буду делать с большим жирком как я вам сейчас показывала почему имейте ввиду что в сырокопченых и сыровяльных колбасах весь вкус в жире то есть само по себе мясо оно не так хранит вкус и аромат и всех специй то есть если вы сделаете мясо совсем колбасу без жира она будет практически безвкусная но у нее будет нераскрытый аромат потому что все вкусно-ароматические свойства имеет именно вот шпик который остается в нашей колбасе вот поэтому здесь значит эти две я буду делать толстую оболочку и обязательно с нарезанным шпиком и здесь у меня еще две это для луканки и для немецкой солями мне луканка нравится очень это одна из моих любимых колбас я кстати вот кто пробовал наши вареный копченый карбонат после его приготовления мы обваливаем его именно в этих специях очень они мне нравятся здесь такая прям она и многим тоже очень нравится яркий у нее вкус у этой луканки хотя на самом деле я тут немножко сейчас покривлю душой но признаюсь вот эта луканка сама по себе это сушеная колбаса это болгарская сушеная колбаса ее не нужно вялить и коптить как сырокопченую но именно эта смесь именно эта смесь специй для луканки в сырокопченых колбасах просто потрясающе в общем получается и у меня аж слюни текут не знаю как это выразить мы пробовали и сушеную и сыровяльную сыровяльную мне очень нравится больше чем сушеная но сушеная колбаса сама по себе такая знаете на любителя вот и немецкое салями у меня будет тоже очень вкусное в общем вот эти две я буду делать с мелким жирком вот эти две с крупным жирком а это пробник тоже с мелким здесь будет всего килограмм всего два батончика в общем как я уже сказала все ссылки что здесь еще состоит будет в описании все посмотрите поехали дальше еще хочу рассказать о бактериях которые я добавляю при изготовлении сорокопченых колбас у меня бактерии называются бесостар для чего они нужны эти бактерии помогают скорейшему созреванию мяса и скорейшему его как бы сказать увяливанию что ли в общем эти знаете все знают что когда покупаем колбасу сорокопченую в магазине она так чуть-чуть кислит у нее такая приятная вот именно мясная кислинка не кислятина сейчас многие могут подумать а именно вот такой привкус который остается на небе чуть кислит вот именно из-за добавления вот этих бактерий которые используются при изготовлении сорокопченых сыровяльных колбас в принципе в принципе можно готовить и без них многие колбасники не используют эти бактерии я использую мясо становится вкуснее колбаса лучше хранится дольше и быстрее готовится вот значит сейчас когда будут добавлять в общем вы увидите как они выглядят это живые бактерии они будут помогать ферментироваться нашему мясу в течение двух дней после чего я положила нашу колбасу на завяливание в холодильник и бактерии наши все так сказать поумирают можно сказать так вот но они за эти два-три дня которые колбаса будет у меня лежать на ферментации успеют переработать всю молочную кислоту в мясе и будет еще вкуснее вот но еще раз повторюсь можно в принципе без них если вы будете делать дома у вас таких бактерий нет тоже будет вкусно так первым делом естественно для приготовления наших колбас нам потребуется мясо в данном случае у меня свинина я готовлю в основном сырово-вяленую колбасу сыр копченый из свинины значит имейте ввиду что значит что касается фарша сейчас важные моменты первое когда вы будете пропускать ваш фарш через мясорубку я решила не снимать этот момент потому что ну никому не интересно как пропускать фарш все и так умеют вот имейте ввиду что ваше мясо должно быть чуть-чуть подмороженным быть то есть не вот прям не до состояния такой льдины а должно быть подмороженным почему если ваше мясо при перекручивании в мясорубке достигло температуры выше там примерно плюс ну скажем так плюс пяти значит ваш шпик вот этот белый жир который вот этими кусочками на срезе красивый мы видели начнет плавиться и по мясу размазываться поэтому при прокручивании мяса лучше чтобы оно было подмороженным и не успело набрать вот эти свои свою плюсовую температуру если ваш шпик если вы видите что ваш жир начал по шнеку мазаться и у вас выходят не такие беленькие квадратики кусочки которые будут на срезе красиво смотреться а такой белый знаете вот как пленка значит все останавливайтесь и морозите ваше мясо иначе будет барахло а не колбаса на срезе будет некрасиво плюс будет выступать такой белый налет на колбасе это важно ребят после того как мы проверили наш фарш я также кладу его в морозилку примерно часа на три чтобы он подморозился и наш шпик опять схватился вот это все что касается мяса значит свинину я беру вот никогда не беру полтинник это когда половина ну это знаете грудинка или еще что я всегда беру маложирные части свинины окорок шею карбонат вырезку лопатку но с лопатки я всегда жир срезаю оставляю там буквально немножко не больше 20 процентов чтобы так красиво было и не жирно вот это все что касается фарша все что я хотела об этом рассказать теперь мы значит вмешиваем сюда в первую очередь соль значит первым делом мы вмешиваем в наш фарш соль соль я использую нитритную и только нитритную здесь не делается 50 на 50 как например в сервелатах или ветчине здесь используется целиком нитритная соль почему во первых наша колбаса не будет проходить термообработку в духовке или еще где то она будет просто вялиться скажем так на свежем воздухе ну грубо говоря вот поэтому во первых бутылизм никто не отменял я все-таки побаиваюсь с обычной солью делать без термообработки фиг его знает что там могло в него попасть поэтому нитритная соль нужна обязательно и в 100 процентах вот значит дальше по весу при изготовлении копченых сыровяльных колбас мы кладем из расчета 25 грамм на килограмм фарша на килограмм нашей массы вот у меня здесь 3 килограмма я отмерила у меня здесь 75 грамм в моих весах мерной 75 грамм значит теперь мы эту соль равномерно распределяем по всей нашей массе имейте в виду что значит какие нюансы в перемешивании фарша во первых наша задача перемешать фарш так чтобы не расправился наш жир чтобы у нас был вот этот красивый срез с кусочками жирка для этого нам нужно не допустить нагревания фарша в принципе можно мешать руками но для этого имейте ввиду лучше всего одеть перчатки причем даже двое хбшные и резиновые перчатки для того чтобы наша масса не нагрелась от тепла наших рук либо это можно делать каким-то приспособлением планетарный миксер естественно я так до сих пор не приобрела я использую обычный такой миксер с насадками для этого для теста насадки для взбивания теста вот этим миксером мы в течение 5-10 минут будем сейчас взбивать нашу соль пока она не растворится целиком следующим этапом я добавляю не специи и не наши бактерии а я добавляю вот такой яблочный уксус на меду во-первых мед мне нужен для питания наших бактерий которые я буду туда заселять чуть позже яблочный уксус нужен для консервации нашего мяса и для того чтобы там всякая бякая в общем не попала где я взяла такой уксус сейчас я начну спрашивать где вы его купили ребят я на самом деле его купила у своего соседа у меня сосед живет в поселении в нашем он делает вот такой яблочный уксус если кому-то будет интересно напишите мне в личку я могу узнать у него цены и если вы будете заказывать нашу колбаску такой яблочный уксус тоже смогу вам привезти вот я использую этот соседский я знаю точно что он натуральный сделан из яблок наших скажем так местных использую его можно использовать также любые спиртосодержащие продукты многие добавляют туда водку и самогон можно использовать коньяк можно использовать вино белое вот для консервации именно и для лучшего хранения мяса не волнуйтесь через месяц пока колбаса наша будет готова никакого запаха никакого привкуса ничего не останется все выветрится значит добавляю я его этот уксус вы можете добавлять белое вино или что там у вас есть из расчета 30 миллилитров на килограмм фарша у меня фарш 3 килограмма соответственно я добавляю 90 миллилитров он кстати прекрасно смочит наш фарш и он будет только еще лучше как сказать вымешиваться и еще приобретет такой вкусный яблочный аромат очень мне нравится вот ну и собственно говоря вымешиваем ребята по вымешиванию без особого фанатизма чтобы наш белок чтобы наш пик опять я повторюсь чтобы он не растворялся вымешаем вымешал я наш фарш вмешала в него наш уксус ребята я хочу сразу сказать что я не знаю как он его делает его рецепт я тоже не знаю и спрашивать не буду потому что это его секрет он как бы сказать этим пытается зарабатывать на жизнь также я ничего не рекламирую я не знаю сколько он стоит потому что эту бутылку он мне подарил вот естественно знаете на запах поскольку это самодельное тут не десятилетняя выдержка как вкусно пахнет яблоком не десятилетняя выдержка как положено быть настоящему уксусу поэтому здесь больше он похож на домашний яблочный сидор скажем так мне кажется что все таки это даже больше сидор чем именно уксус потому что маловато у него выдержки но пахнет он очень вкусно в колбасе повел себя прекрасно на мое удивление и в общем я очень довольна и поэтому я его добавляю вот на этом я хотела остановиться потому что в комментариях сейчас посыпется куча вопросов вот в общем по моему я все сказала что я знаю что я могу сказать про этот яблочный уксус вот такой ну вкусный правда очень вкусно пахнет и вот теперь после того как мы вмешали наш уксус мы добавляем наши бактерии вот так они выглядят беленькие похожи на на муку похоже значит расчет 0,8 грамма на килограмм соответственно мои 3 1,8 грамма высыпаем и перемешиваем ну а теперь естественно добавляем наши приправы это первая моя будет у меня луканка для луканки добавляем значит расчет данной приправы 10 грамм на килограмм фарша массы соответственно мне нужно 30 грамм на мои 3 килограмма добавляем и перемешиваем итак я все перемешала все замешала теперь я буду вымешивать фарш с другими приправами для того чтобы сделать остальные наши колбаски вот этот сейчас на время я отставляю в морозилку пускай немножко прихватывается чтобы не расползался шпик пока я буду готовить остальные фаршемассы фаршесмеси значит все остальные я буду готовить точно так же по той же самой схеме с теми же самыми пропорциями за исключением веса приправы вес приправы на килограмм у меня указан на упаковке вот и когда я буду готовить сейчас наши сырокопченые колбасы с шпиком внутри я покажу как я нарезаю шпик и добавляю его и нюансы по шпику будут чуть позже но наверное для вас прямо сейчас ну что ж друзья для вас прошла одна секунда для меня уже прошло часа три все замешало теперь я добавляю шпик значит что такое шпик шпик это сало не соленое хорошо если он со свиньи такой нежирный большие куски шпика тяжело резать на мелкие кусочки поэтому у меня есть пласты я их заранее подготовила сняла с них кожу они такие тоненькие идеально для колбасы значит они не соленые просто замороженное вот это сало значит тут какой секрет шпик всегда добавляем в последнюю очередь и шпик должен быть заморожен прям вот не подморожен а именно хорошо заморожен поверьте мне в процессе его нарезания он растает шпик тает очень быстро наша задача успеть его нарезать для этого лучше всего наверное будет кусочки отрезать убрать в холодильник и резать чтобы он был замороженным потому что если он попадет растаявший в наш фарш в процессе перемешивания он весь размажется а нам нужен именно вот этот кусочек шпиковый кусочек рисуночек в смысле кусочков вот этих шпика вот поэтому сейчас нарезаем побыстрее и помельче и перемешиваем уже в самом конце и еще значит из расчета 3 килограмма фарша а точнее 3 килограмма фарша масса соответственно мясная составляющая у меня здесь 2700 и 300 грамм шпика но в эту мясную составляющую я уже внесла все приправы и соль все внесла из расчета на 3 килограмма не на 2 700 а на 3 а шпик идет просто уже отдельно как добавка еще плюс 300 грамм потом быстренько все перемешиваем и опять убираем в морозильник в морозильник вот насилила я все эти 300 грамм меленько-меленько имеем в виду когда режем шпик что он не уменьшится в размерах и насколько вы его нарежете такими кусочками он и будет в нашей колбасе ну а теперь как всегда насыпаем и месим в морозильник и в морозильник и в морозильник в общем все у нас готово приступаем к следующему этапу набивку в оболочку пробежимся немножко по оболочке в моем варианте у меня есть два вида оболочки первая это натуральная свиная черева то есть мытые свиные кишки у меня диаметр 38-40 можно взять еще побольше допустим 40-42 но так колбаса которую вы видели в начале ролика набита именно вот в такую череву вот свиную натуральную череву нужно хорошо промыть от соли и замочить в теплой воде примерно на 10-15 минут для ее размягчения и такого скажем так набухания иначе она у вас будет рваться при набивке поэтому череву я залила теплой водой хорошо ее промыла залила теплой водой и оставляю значит эта оболочка будет съедобная то есть вся наша колбаска которая будет сделана в этой оболочке может кушаться прямо вместе с оболочкой также она прекрасно усушивается то есть уменьшается вместе с батоном колбасы не отслаивается от него в общем мне свиная черева очень нравится пользоваться и батончики такие симпатичные натуральные получаются и она себя хорошо ведет и в общем нигде не морщинится и ничего с ней не происходит очень нравится и вариант номер два вот такая у меня есть еще полиамидная оболочка именно видите она для сыровяленья называется она айцелл но это такая модная современная оболочка она не съедобная вот значит здесь диаметр у меня 45 она бывает разных диаметров я всегда беру 45 потому что колбаса она будет чуть толще чем эта поэтому во первых она будет дольше вялиться и коптиться и усыхать потому что батон будет толще во вторых она не съедобная то есть не придется батончик чистить когда мы будем его кушать к сожалению готового батона у меня прям перед съемкой последний забрали который был в такой оболочке поэтому я не могу вам его показать но на словах объясню значит эта оболочка точно так же сжимается ну как бы уменьшается вместе с батоном колбасы но на нем она морщинится на батончике она морщинится и иногда отслаивается то есть если колбаса хранится ну лежит долго в холодильнике то он начинает отслаиваться получается в общем колбаса в таком мешочке причем не на всех батонов там из 20 батонов два-три почему-то отслаиваются не знаю почему вот значит она тоже влагодымопроницаемая специально для сыровяления значит она уменьшается в ней же колбаса будет коптиться и усыхать вот но при потреблении соответственно оболочку нужно будет снять и эта оболочка для меня кажется дороже чем вот эта я сейчас не помню сколько она стоит но мне все-таки кажется что она выходит дороже чем натуральная чрева в общем я в общем больше за чреву но эта оболочка тоже имеет место быть и среди колбасников сейчас набирают прям бешеную какую-то популярность вот это все что я хотела сказать по оболочкам теперь приступаем к набивке теперь кратенько по набивке я уже во многих видеороликах показывал как мы набиваем колбасу значит мне понадобится соответственно оболочка я ее уже нарезала на нужные мне кусочки эта оболочка не замачивается она набивается прям на сухую весы для того чтобы контролировать вес батона на выходе мой колбасный шприц который мы сюда забиваем фарш и соответственно крутим там ручку отсюда он вылазит вот мы набиваем сюда значит ребята по поводу набивки если вы хотите сохранить рисунок сервелата вот как он есть чтобы были кусочки или были вот этот мелкий шпик был как я говорила показывала имейте в виду мясорубка не прокатит она ваш весь ваш шпик размажет по шнеку и у вас не получится рисунка поэтому здесь либо как-то пальцами набивать аккуратно если у вас нет шприца либо пользоваться шприцом мясорубку я бы не рекомендовала в нашем случае еще к нашему шприцу нам потребуется помощник который не хочет сниматься сегодня вот ну что собственно поехали итак друзья мои вся наша колбаска набита и разложена по пакетам кто вчера был на моем стриме видел я мне пришлось и одновременно стрим снимать и вязать колбасу потому что это очень долгий процесс хотя кажется здесь не так ее много но поверьте мне ее всю перевязать все перевязки сделать завязать подтянуть чтобы она была тугая все подписать завесить это достаточно долгое время у меня вот на все это ушло около наверное трех часов все вместе вот значит каждый каждый батончик у меня подписан вот здесь луканка вес ее и дата когда она сделана для чего я это делаю как я уже говорила ранее готовность колбасы мы определяем по ее весу когда она потеряет от 30 процентов своего веса значит она будет готова теперь дальше по ее значит что мы я буду с ней делать дальше по ее изготовлению значит смотрите вот тут есть нюансы я как вы видели использовала вот эти бактерии для ферментации стартовой культуры для ферментации колбасы использовала вот чтобы мои культуры ну как положено отработали чтобы они сферментировали все мое мясо я всю колбасу сложила по пакетам это нужно сделать обязательно потому что должна быть высокая влажность внутри батона колбасы вот и на три дня оставляю при комнатной температуре для их ферментации после этого они у меня уедут в холодильник у меня обычный такой советский старый маленький холодильник ему наверное лет 200 этому холодильнику вот и значит я всю ее вытащу через два дня вчера я делала да через два дня и вытащу и всю ее там внутри развешу в этом холодильнике чтобы она не лежала а именно висела вот так вот палочками и чтобы между ними проходил воздух вот и в этом холодильнике она у меня будет висеть примерно полтора месяца каждую неделю раз в неделю я буду ее доставать эту колбасу и где-то три-четыре часа коптить холодным копчением в нашей копчилке холодным дымом буду коптить при температуре примерно плюс 20 градусов внутри коптильни вот на неделю я буду это делать потом буду вешать обратно складывать в холодильник до тех пор пока она не потеряет не усохнет не потеряет свой вес ну как я уже сто раз сказала до 30 процентов вот если вы тоже пытаетесь сделать такую же колбасу если у вас нет стартовых культур вы работаете без бактерий тогда колбасу вешаем сразу в холодильник сразу вешаем Саша будет готова к Новому году. Ее вы сможете приобрести в наших магазинах. Ссылки все оставлю в описании, как всегда, на наши магазины. Вот у меня получилось раз, два, три, пять видов колбасы. Это немножко всего у меня был килограмм. Ну, я уже раньше показывала, килограмм приправы был на эту колбасу. Все остальные колбасы достаточно много получилось. Как только она будет готова, она тут же появится в магазине. Вконтакте и в Одноклассниках вы ее увидите, сможете заказать. Эту колбасу можно отправлять и по почте. Она не портится. Хранится достаточно долго. То есть, спокойно там месяц она будет у вас лежать, ничего с ней не будет. Будет очень вкусная, только еще больше будет насыщена вот этим вкусом. Теперь, значит, по поводу еще нюансов. По поводу нюансов ее вяления, скажем так. Во-первых, хорошо бы, идеально было бы, конечно, климат-камеру. Но у меня ее нет, поэтому я пользуюсь просто старым холодильником. Теоретически, в идеальных условиях колбаса должна находиться при температуре плюс 17 градусов и влажности 75%. Поскольку холодильник у меня старый, у меня примерно такая там температура есть, где-то плюс 15. Вот, поэтому у меня она хорошо так подошла. А по поводу влажности, значит, скажу следующее. У меня никаких влагомеров и специальных приборов для измерения влажности нет. И поэтому для контроля влажности многие колбасники используют такую небольшую хитрость. Мы берем обычную тарелку побольше, поглубже. Насыпаем туда соли, примерно там, ну, с килограмм, может, грамм 700 соли. И под колбасу ставим тарелку с этой солью. Чуть-чуть мы ее увлажняем из поливилизатора, эту соль. Вот, и она будет нам, в том числе, она будет держать влажность примерно 75%. Ну, она там будет плюс-минус, но примерно влажность будет такая. То есть, если будет слишком влажно в холодильнике, соль будет забирать эту лишнюю влагу из воздуха. А если слишком сухо, то она будет ее отдавать. Поэтому вот такая хитрость, если вдруг у вас тоже какие-то, тоже так захотите сделать, обязательно поставьте тарелку с солью под вашу колбасу, вот так вот, как бы, снизу. И соль это будет регулировать влажность. Вот, ну, вроде все рассказала. Если что-то непонятно, как всегда, пишите в комментариях, постараюсь всем ответить. На этом, ребята, всем приятного аппетита и всем пока!